Просторный холл, красивый актовый зал, оборудованный по последнему слову техники класс. Тем сложно представить, что еще два года назад здесь были голые бетонные стены. Сегодня школа номер 22 на улице Микояна принимает около 700 учеников. Ее начали строить в 2011 году, однако застройщик успел возвести только стены. Дальше закончились деньги. Более пяти лет здание постояло заброшенное, но нашелся инвестор. Строительная компания «Инфинити» потратила около полумиллиарда рублей, чтобы 1 сентября этого года школа смогла принять учеников. Мы по просьбе администрации «Химок» помогли жителям «Химок» достроить данные школы. Проект был крайне тяжелый. Здание находилось в заброшенном состоянии на протяжении нескольких лет. Нам приходилось напряженно работать в опережении всех мыслимых графиков строительства, но делали это с удовольствием, так как речь шла о детях. Чтобы оснастить школу современным оборудованием, инженерам пришлось доработать систему вентиляции и освещения. Работы велись в сжатые сроки, но к назначенному времени они были закончены. Договор о том, что наконец-то здание вот этого долгостроя попадает в наше распоряжение, мы получили 31 июля 2018 года. В течение месяца мы осуществили перевод нескольких наших корпусов в это здание. Получили школу мы очень красивую, большую, светлую. Ну а непосредственно открытие было 1 сентября на торжественной линейке. В распоряжении учеников огромная столовая, хореографические, спортивные и актовые залы, библиотека на 300 квадратов, даже свое радио с телевидением. На входе пандусы, широкие двери, лифты, санитарные комнаты. Особая гордость кабинета технологии. Шикарные примерочные, зеркалами, шикарный раскроечный стол. Для девочек отведены две большие комнаты для шитья и кулинарии. Мальчики занимаются столярным и слесарным делом. Преподаватели, знаменки уверены, что все уже увезут. Ребята, кому нравится новая школа? Всем. Елена Беляева, Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, Служба новостей.